Продолжим этот рассказ на вопросы о том, какие есть принципы концентрации для напора энергии, чтобы создать в себе защиту и возможность выйти в астрал. Так вот, для тех, кто не посвящен магии, есть специальные способы и техники. Они, конечно, больше энергоемкие и больше трудоемкие. А то, что есть принципы основы черной магии, это сам по себе основа магии, она уже дает контакты с тонким миром. И поэтому оно дает такую возможность дополнительных сил, дополнительной концентрации. То есть это уже отдельное обучение и посвящение магии. Оно сразу дает контакты с тонким миром. То есть это уже нам, когда посвящен, уже не нужен специальный какой-то специфический выход в астрал. Нам этого уже не нужно. Это уже как бы само собой, это как если сравнить профессиональному танцору, не обязательно длительная разминка перед выступлением. Начинающему нужно больше тренироваться, а профессионалу уже не так много надо. У них уже каждый день тренировка, уже большая практика и для тела, и для сознания. Я уже говорила, даже в моих многих лекциях, есть специфическая память, которую я называю память тела. То есть кроме того, что память мозга, а память еще есть у тела своя специфическая память. Об этом я расскажу отдельно о лекциях по биологии и биофизике. А то, что есть некоторые способы, концентрации, чтобы именно душа могла уйти спокойненько в астрале погулять. И значит, что есть защита, что никто на ее место, на физическое тело, не вселится. И поэтому есть несколько различных планов, тренировок, и они очень отличаются один от другого. Эти тренировки именно для того, чтобы набирать энергию и концентрироваться на то, чтобы выйти из физического тела. Есть разница в этой тренировке. Кроме того, что есть еще одно осознанное сновидение, есть обыкновенное сновидение, а есть наркотические опьянения. И все это никакого отношения к астралу не имеет. Это все огромная разница с астральными путешествиями. И в чем подробно разница каждого из этих троих, я отдельно расскажу. И вот, есть техника концентрации на звоне бубенца. И есть обыкновенный бубен, как мой, но не тот, который я использую для ритуалов черной магии. Об этом будет отдельная тема. Я специально взяла именно вот этот, который больше всего хорош для танцев и для концентрации. Именно концентрация на звуке. Почему бы просто? Есть 44 техники концентрации, взятых из черной магии. Есть много концентрации на бубенцах. Вот такой звон бубенчиков, который на руке. Есть специальные техники, в которых бубенцы одеваются для танца, которые дают медитацию и настрой, чтобы тело настроилось само, даже независимо от сознания и подсознания. То есть человек может мыслями где-то еще плутать, где-то обсуждать, обдумывать вчерашнюю работу, встречу с друзьями, фильмы и что-нибудь еще. И подсознание еще даже не до конца сконцентрировалось на том, что ему надо выйти из астрала. Душа должна отделиться от физического тела и пойти в астрал. То есть еще человек до конца этого не понял. А тело, использующие специфических техник, оно именно тело помогает этой душе сконцентрироваться, даже если она сама по себе не сконцентрирована. Вот для чего все это сделано. Вот. Есть концентрация на звоне, именно звон бубна. Это одно. А есть техники танца с бубном. Это помогает именно выходу в астрал и помогает контакту с тонким миром. Это специальные техники танца с бубном. В этом есть несколько из них, взятые из цыганской магии. Некоторые из этих техник, взятые из черной магии. То, что я советую себя заниматься именно профессионально. Уж если что-то делаешь, делай до конца. И в этом весь принцип. То есть есть техники концентрации на звуке. Их 44 всего. А есть те, которые взяты из черной магии. Почему бы они более сильные? Потому что они продуманы веками, они сконцентрированы. Они сделаны на краткосрочную концентрацию, на краткосрочное собирание с мыслями. Потому что именно черная магия, она более скоростная, но она требует больших усилий. Вот такой звон. Некоторые из техник, которые связаны с танцем. Вот, к примеру, звук должен периодически как бы волнами идти усиливаться. Вот что-то вроде этого. Это, к примеру, из тех техник, которые помогают концентрироваться на звуке. То есть, как говорил мой один знакомый программист, есть специфический набор телодвижений, которые ведут концентрации и помогают душе уйти в астрал. То есть астральное тело идет, и оно отделяется от физического, и пошло у себя гулять. И у него одновременно делается защита, чтобы тут никто не подселился. И вот на этом сделаны все специфические эти техники. Почему их разных 44, я расскажу подробнее потом. Вот. А есть другие способы концентрации, кроме концентрации на звуке. Это еще концентрация на черном цвете. Для начинающих это то, что надо. Для практики пользуются только концентрацией на черном цвете. Дальше, когда уже чувствуешь себя хоть немножко продвинутым, концентрируешься на трех белых точках. Это такая специфическая серия техник, который связан именно с магическим треугольником. Его называют магическим. На самом деле, это одна из самых маленьких ступенек в магии.